Дорогие друзья, здравствуйте! Я вам уже говорила, что после того, как приняли поправки к закону о продлении вида на жительство российским гражданам, эти поправки менялись много-много раз. И вот сейчас новая. Дорогие друзья, я вам уже говорила, что всю свою информацию я беру либо от вас, либо в газетах, либо сама пишу в департамент или там в языковую комиссию. И вот сегодня я вам хочу донести информацию, вот самую последнюю, которую я вычитала в газете и Делфи, и Бизнес Балтия. Опять-таки повторяю, кто это знает, ну, извините. Кто не знает, эта информация вам будет очень полезна. И ещё очень вас прошу, пожалуйста, досмотрите ролик до конца, потому что в конце я вам дам, ну, некоторые интересные такие сообщения. Хорошо? Наконец-то разработан план второй кампании приёма экзаменов по латвийскому языку для возврата ВНЖ латвийским россиянам. План ещё ждёт своего утверждения в кабинете министра, но уже даёт какие-то ориентиры. Написала на своей страничке в фейсбуке правозащитник Елизавета Кривцова. Давайте это разберём. Очень внимательно слушайте. Первая попытка для тех, кто не успел в первую кампанию. То есть кто вообще ещё не сдавал латышский язык ни разу. Запись с первого по тридцатое июня. Сдача экзамена с первого июля по тринадцатое августа. Дальше. Вторая попытка для тех, кто завалил. Запись с первого августа, с первого августа, да, до тридцать первого августа. Сдача экзамена с четвёртого сентября по тридцатое ноября. По данным Государственного центра, содержание образования на данный момент экзамен заваливает каждый второй. Неудивительно, учитывая возраст и состояние здоровья. Важно! Сам факт записи, а не сдачи, а только записи на второй экзамен продлевает ваш постоянный ВНЖ до тридцать первого декабря две тысячи двадцать третьего года. А к концу года у нас есть шанс дождаться решения Конституционного суда. Так говорит Кривцова. Давайте дальше более подробно разберём. В письмах, которые Управление по делам гражданства и миграции в апреле разослало гражданам России, проживающим в Латвии, было катастрофически мало информации. И не были прописаны хотя бы самые распространённые варианты развития событий. Поэтому среди людей возникли недоумения. Что делать? Как делать? Когда подавать? Что подавать? Давайте немножко вместе разберёмся. До первого сентября документы в Департамент гражданственной миграции должны подавать те, у кого на руках есть анкета, политическая анкета, CV, справки о доходах и удостоверения о категории А2 по латышскому. Вот тогда вам нужно подавать до первого сентября. Ну или кто освобождён от экзамена, тогда не надо справку о сдаче экзамена. Понимаете, да? Если вы до первого сентября хотя бы один раз попробуете сдать экзамен по латышскому, и попытка будет, ну, неудачной, и вы запишетесь на повторный экзамен, который состоится после уже первого сентября, соответственно, о записи нужно позаботиться летом, то сам этот факт продлит ваш действующий постоянный ВНЖ до конца 2023 года. ПЛМП 1 сентября получит информацию от Центра содержания образования о том, кто записан на повторный экзамен, и в отношении этих людей примет решение о продлении ВНЖ до конца вот этого 2023 года. Им пока больше ничего делать не нужно. Обращаю ваше внимание. Те, кто ещё ни разу не сдавал экзамен и ещё не записан на него, смогут записаться 1 июня. Запись будет вестись в течение всего июня. Записавшимся в этот период первая попытка экзамена будет назначена в период с 1 июля по 13 августа. Соответственно, не сдав, они смогут записаться на вторую, которая состоится осенью, и это продлит их действующий ВНЖ. А сдав этот экзамен, они смогут до 1 сентября отослать ПЛМП полный пакет документов на получение статуса постоянного жителя ЕС. Детали о порядке записи на экзамен можно найти на страничке Центра содержания образования. Согласно разработанным ныне поправкам к правилам КМ, записываться можно будет только по электронной почте, отослав заполненный бланк, подписанный электронной подписью, или по обычной почте. Бланк можно скачать с указанного сайта или получить в распечатанном виде на приеме у депутата Думы Далгопилса Натальи Качановой. Ну, у нас мы будем помогать друг другу, да? Стоит также отметить, что в аннотации к последним поправкам указано, что 50% из сдающих сейчас экзамены на А2 заваливают проверку. То есть люди идут и делают шаг навстречу этому государству, о котором их публично просили некоторые политики. Но результат такой, какой он есть. И еще. Я слушала выступление Майеры Роза, да? Она сказала, что не обязательно посылать заказным письмом, можно посылать обыкновенным письмом им, да? Поэтому тем самым вы сэкономите деньги. Потому что все равно будут рассматривать все по очереди. Никому раньше рассматривать не будут. Но я так подумала просто, ну, про себя, что, наверное, для вас будет более успокоительно, если вы пошлете заказным письмом. Потому что, ну, у вас будет квитанция, что вы все-таки послали это письмо, и они его должны рассмотреть. Ну, якобы оно может потеряться. Хотя, в принципе, это письмо не потеряется. Ну, вы, наверное, помните, что 70 евро для всех одинаковую сумму сделали. И поэтому будет рассматривать всех по очереди. Знаете, да? Ну, а сейчас сделаю маленькое дополнение, да? Я в своих роликах всегда прошу, ребят, подписывайтесь на канал, пожалуйста, да? Это будет... Ну, вам же не трудно, правильно? А мне будет хорошо и приятно. Ставьте лайки. Ну, я же старалась все-таки. Делала этот ролик, монтировала, готовила, сидела, время свое тратила. Ну, неужели я не могу получить от вас лайк? И вот мне женщина одна написала. Тамара, вы такая хорошая, вы такая приятная, вас так хорошо слушать. Но я не могу подписаться на ваш канал, потому что у меня нет денег. Я получаю всего лишь российскую пенсию. Дорогие мои, я думаю, что, наверное, так думают многие, потому что 78% мои ролики смотрят без подписки. Причем приходят постоянно, одни и те же, но смотрят без подписки. Поэтому я вам хочу сказать, я никаких денег ни за что от вас не требую. Ни за подписку, ни за лайк, ни за комментарий, ни за что я с вас денег не прошу. Все это на добровольных началах. И еще раз скажу. В моих роликах вы, наверное, видите рекламу. Ну, YouTube мне платит небольшую денежку за просмотр вами рекламы. И вот одна женщина мне написала, ну, с таким упреком, это в Фейсбуке было, я тогда кинула этот ролик в Фейсбуке, и она написала. Она латышка, да? И у нее, естественно, реклама на латышском языке. И она говорит, ну, если вы сама не можете перевести эту рекламу на русский язык, ну, так наймите человека, который вам переведет. Ребят, реклама не моя. Рекламу ставит Google. И какую уж поставил, как уж перевел он, так уж перевел. На русский, на латышский, какая вам реклама попадется. Меня смотрят люди из Израиля, и там, естественно, на иврите реклама идет. Я ничего не перевожу. И еще. Я каждый раз вам как-то напоминаю, мне неудобно об этом говорить, но все-таки я напоминаю, что я веду еще и второй канал, да? И ссылку бросаю там, ну, вниз под этим роликом, да? Пожалуйста, нажмите на эту ссылку. Я поставила такой хороший ролик, который касался, вот именно 9 мая. Я так хочу, чтобы вы его посмотрели. Конечно, я хочу и лайк, и подписку. Ну, хотя бы посмотрите. Ребят, большое вам спасибо. До встречи.